Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кармаскалах, Благовещенске, Языково, Чешмаха, Глино и Кушнаренково расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. В Иглинском районе проверили социальные объекты. Двум малоимущим жителям Кармаскалинского района выплатили 50 тысяч рублей. Студентка из Кушнаренковского района отличилась на молодежном форуме Приволжского федерального округа. В Иглинском районе началась ежегодная приемка социальных объектов. Комиссия уже осмотрела объекты Калтымановского, Ивана Казанского и Охлебенского сельсоветов. Сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и районной больницы проверили наличие уголковой безопасности, пожарных извещателей, огнетушителей, аптечек и тревожных кнопок. Представители отдела образования проверили, как проведен косметический ремонт, все ли готово к началу нового учебного года, хватает ли книг в библиотеках и какие планируются кружки в сельских клубах. Выявлены на некоторых объектах недочеты устранят до 1 сентября. Во многих зданиях уже проведены необходимые работы и облагорожена территория. Где еще ведется ремонт, его планируют завершить к концу августа. Для иглинских юно-армейцев провели урок мужества, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. Директор историко-краеведческого музея Айгуль Тимирбаева рассказала ребятам об истории подразделения ВДВ. Также перед собравшимися выступил обладатель оливкового берета Николай Исаев. Он поделился опытом своей военной службы. В завершении мероприятия член Президиума Совета ветеранов Иглинского района Ренат Хоснеддинов презентовал свою книгу «Иглинские афганцы». По словам руководителя юно-армейского штаба Айнура Ахмерова, акция «Уроки мужества» впервые прошла в таком масштабе. Республиканский фестиваль «Турфест-2019» прошел на берегу реки Изяк в Благовещенском районе. На открытии приехали представители администрации района и Министерства молодежной политики и спорта республики. Участие в фестивале приняли пять команд из Салавата, Стерлитамака, Уфимского и Шаранского районов. Самой младшей участницей стала 13-летняя Анастасия Клисова из Стерлитамака. Каждой команде, в составе которых по шесть человек, предстояло пройти три этапа. Участники покоряли полосу препятствий, крутые лесные склоны и переправлялись на катамаранах. Соревновались в исполнении туристических песен и творческих конкурсах. Усталые, но довольные. Туристы разъехались, но обещали обязательно вернуться. Двум жителям Кормоскалинского района выплатили 50 тысяч рублей по проекту «Помощь малоимущим». На эти денежные средства они смогут приобрести рогатый скот. Финансируют проект из республиканского бюджета. Помощь направлена на развитие личного подсобного хозяйства. Среди получателей только малоимущие граждане с доходами ниже прожиточного минимума и воспитывающие троих или более детей. Ребенка-инвалида, неполные семьи, а также семьи с несовершеннолетними детьми, в которых один из родителей является инвалидом. Студентка из Кушнаренковского района отличилась на молодежном форуме ПФО «Иволга-2.0». Он прошел в Самарской области. Форум объединил более 2,5 тысяч студентов по всей России, а также стран СНГ. Башкирию представляли 115 участников. От Кушнаренковского района выступала студентка Уфимского торгово-экономического колледжа Альбина Исупова. Она представила проект «Экокультура Кушнаренкова», целью которого является организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов в районе. Также на площадке форума делегация из Башкирии представила яркую презентацию своей республики. Ребята организовали субантуй, на котором рассказывали о культуре и обычаях региона. Угостили настоящим пашкирским медом. На интеллектуальной площадке команда заняла второе место в игре «Квиз-плиз». А Альбина стала победительницей в конкурсе по экспресс-разработке проектов смены «Агрополис». По итогам недельного форума Альбину Исупову наградили дипломом лидера за смену инфограмм и дипломом третьей степени в спортивном командном тренинге выше головы. На сегодня это все новости. А сейчас переходим в прогнозы погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале UTV и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании UFANET. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!